Здравствуйте, уважаемые пятиклассники! Посмотрите на эти удивительные живые организмы и подумайте, к какой среде обитания их можно отнести. Дельфин, акула, водоросли, осминог, морской конёк, недуза. Правильно, это водная следа. Бабочка, кондор, тигр, ленивец, медведь. Цветы, наземно-воздушные, дождевой черт, медведка, крот, слепыш, землеройка, тука-тука. Правильно, почвенная. Ведь мы с вами уже знаем, что почва для этих и множества других живых организмов является средой обитания. А что же такое почва и как она образуется? Везде ли почва одинакова или наоборот разнообразна? А что входит в состав почвы? И какое главное свойство почвы? Обо всём этом нам предстоит узнать сегодня. Почва – верхний плодородный слой земной коры. В состав почвы входят твёрдые частицы, берегной, гумус, воздух, вода, микроорганизмы. В зависимости от размера почвенных частичек различают каменистые, песчаные и глинистые почвы. Уважаемые пятиклассники, давайте рассмотрим почвы, сравним их, дадим характеристику, а выводы запишем в таблицу «Характеристика почвы». Как вы думаете, какая почва изображена на рисунке? Верно, песчаная. Мы видим, что насыпучая, лёгкая и рыхлая содержит высокий процент песка. Если вы попробуете сформировать комок, то у вас ничего не получится. Но песчаные почвы быстро прогреваются и легко пропускают воду и воздух. Необходимо сказать, что они быстро пересыхают и охлаждаются. Они бедны питательными веществами. Ставим видеофрагмент на паузу и записываем. Почва песчаная, в характеристиках пишем «Сыпучая», лёгкая и рыхлая, легко пропускает воду и воздух, быстро нагревается и становится сухой. Какая почва изображена на рисунке? На следующем рисунке мы видим глинистую почву. В отличие от песчаной, она тяжёлая и плотная. Содержит мало воздуха и много воды. Если глинистая почва сырая, у вас обязательно получится сформировать комок, потому что она липкая, но при засухе почва становится очень твёрдой. Глинистая почва медленно прогревается солнцем и считается холодной. В отличие от песчаной, глинистые почвы богаты питательными веществами, но корни растений с трудом находят дорогу и не могут проникнуть глубоко. Ставим видеофрагмент на паузу и записываем. Почва глинистая, Почва глинистая, тяжёлая, плотная, содержит много воды, мало воздуха, при засухе становится твёрдой, медленно прогревается, считается холодной. Ребята, какая отличительная особенность у почвы на следующем рисунке? Я не сомневаюсь, что вы заметили в составе почвы присутствие значительного количества камней. Это, конечно же, каменистая почва. Как и песчаная, она легко пропускает воду, хорошо прогревается, но в отличие от песчаной, долго сохраняет тепло. Каменистые почвы, подобно песчаным, видны питательными веществами, потому что они легко выветриваются и вымываются, значит, плодородие почвы низкое. Ставим видеофрагмент на паузу и записываем. Каменистая почва. Характеристика. Присутствует значительное количество камней, легко пропускает воду, хорошо прогревается, долго сохраняет тепло. Таким образом, проанализировав таблицу, мы можем сказать, что каждый тип почвы имеет свои отличительные особенности. Ребята, как вы думаете, что произойдет с горной породой, если она постоянно будет испытывать на себе перепады температуры воздуха, влияние ветра, воды, живых организмов? Давайте порассуждаем. Из-за постоянного нагревания и охлаждения порода растрескивается. В трещины горной породы попадают вода и воздух. Она начинает дробиться на части. Растения и животные, конечно же, оставляют после себя растительные остатки. Бактерии, протисты, грибы занимаются разложением органических остатков. В результате формируется перегной, гумус, самая важная составляющая верхнего слоя земной коры, почвы. Гумус, перегной, обеспечивает главное свойство почвы, плодородие. Способность почвы давать урожай, обеспечивать рост и развитие растений называется плодородие. Формирование почвы это долгий и сложный процесс взаимодействия горной породы, которую называют почвообразующей, солнечного тепла, воды, живых организмов, земной поверхности и времени. Василий Васильевич Докучаев, русский геолог и почвовед, назвал их факторами почвообразования. Почвы на нашей планете отличаются разнообразием, потому что образуются в различных природных условиях. Например, в полярных районах природные условия для формирования почвы неблагоприятные, там очень холодно, поэтому там почв нет вообще или не очень бедны питательными веществами. Благоприятные природные условия способствуют росту травянистой растительности. А по травянистой растительности при достаточном количестве тепла и влаги формируется богатая гумусом темно окрашенная почва, которая называется черноземом. Это самая плодородная почва в мире. Распространены в Евразии, больше всего в России, встречаются в Северной Америке. А какие почвы характерны для Беларуси? Изучим карту. Почвенный покров Беларуси достаточно разнообразен. Самая распространенная почва в Беларуси дерново-подзолистые, которые формируются под хвойными и смешанными лесами. Самые плодородные почвы республики дерново-карбонатные, но встречаются они редко. Ребята, как вы думаете, а велика ли роль почвы на земле? Конечно же! Почва это питание и рост растений, это среда обитания живых организмов, это основа для развития сельского хозяйства, это главный источник продуктов питания. А если почва так важна, какая же наша главная задача с вами? Давайте продолжим предложение и узнаем. горная порода, на которой образуется почва, как называется? Правильно, почвообразующая. А какая же самая плодородная почва? Чернозем, главное свойство почвы, плодородие. А как называется почва, где присутствует значительное количество камней? Верно, каменистая. А это почва сыпучая, легкая и рыхлая, песчаная. Верхний водородный слой земной коры. Это почва. Больше всего воздействует на почву кто? Правильно, человек. Русский геолог и почвовед выделил факторы почвообразования. Докучаев, а какие самые распространенные почвы в Беларуси? Дерно подзолистые. А что обеспечивает главное свойство почвы? Гумус. Итак, у нас получилось беречь почву. Наша главная задача с вами беречь почву, потому что человек своим существованием обязан почве. Почва одно из великих чудес земли. Ученые предполагают, что почвы больше нет нигде во всей вселенной. Василий Васильевик Докучаев, русский геолог и почвовед сказал, почва дороже золота, без золота люди прожить могли бы, а без почвы нет. геолог